всем привет ребята с вами пластилин я наконец-то выбрался на коп в лес у нас обалденная погода теплое летнее утро в общем начинаю поиски ну и конечно же если будет попадаться что-нибудь интересное буду вам показывать здесь уже повсюду все по зарастала травой виднеется много земляники думаю через пару недель можно приходить сюда ее собирать пока что из находок только вот такие золотые пробки от водки советской радует только то что земля в этом лесу мягенькая можно сказать песок копать не сильно тяжело после огромного количества выкопанных водочных пробок попалась наконец-то первая монетка и так сожалению современная 10 копеек 2008 года латунная гильза со второй мировой но это у нас уже советская хорошем состоянии друзья наковырял вот такую железку что-то непонятное наверное какой-то техники вот этот вот эта гаечка здесь скорее всего латунная с какими-то узорами интересно кто знает от чего это напишите пожалуйста в комментарии я даже не представляю откуда эта запчасть может быть друзья ну наконец-то первая нормальная находка уже выкопал наверное пробок 50 и вот она монетка советская дореформенная монета вот таком сохране вот поэтому нужно копать пробки под ними скрывается вот такие монетки это наверное 3 копейки нормально ищем дальше вот такая цветная железка какой-то контакт наверное с маркировкой пойдет цветной металл старенькая свинцовая пуля таким пулям сто и больше лет сплюснутая еще одна такая же пуля но на этот раз целая старый советский алюминий какой-то баллончик раньше был набрел на какую-то наверное советскую свалку попадается различный мусор такой кусок алюминий еще одна монетка 10 копеек 2003 года по моему как обычно советские алюминиевые консервные банки попадаются в большом количестве пока что идет один металлический мусор но я не расстраиваюсь копаю дальше новый монитор попался вот такой советский наверно 5 копеек состояние хорошее 1987 года запчасти от велосипедного колеса вот такая железка попалась цветная вот такая интересная тупоконечная пуля это уже первая мировая целенькая не битая друзья нашел вот такой предмет сначала подумал какой-то алюминиевый осколок но когда взял в руки понял что это что-то другое потому что он очень тяжелый как оказалось это свинец видимо кто-то здесь его в лесу плавил и оставил вот такую плюшку тяжеленькую я не знаю в этом кусочке наверное грамм 400 возможно даже полкилограмма увесистый вот так опять свинец вот такие остатки от аккумулятора клемма пойдет на переплавку пуговица вот такая маленькая явно старая друзья вот такие находки у меня за сегодня две современные монетки 10 копеек 3 копейки до реформы 5 копеек ссср после реформы гильза от винтовки мосина и огромнейшее количество различных пуль пуговицы находок маловато но показываю как есть все по правде потому что смотришь некоторых людей так они в каждом видео находят то клад то кучу монет понятно же что это все постанова лучше показывать все по честному и не обманывать ну и вот такой шмурдяк здесь все подряд и алюминий и свинец и латунь я все даже с собой не забирал так как не унесу еще попался свинец он сам по себе тяжелый еще вот такая плюшка ну как обычно консервные банки пробки много проволоки такая алюминиевая штука заберу все с собой дома посортирую по металлам ну и конечно же все сдам на приемку друзья всем спасибо за просмотр если это видео вам понравилось обязательно ставьте лайк оставляйте комментарии я на них всегда отвечаю кто не подписан подписывайтесь на мой канал дальше будет много интересного манитки помыл но пока еще не чистил 3 копейки оказалось 1929 года ну и 5 копеек 1987 года 5 копеек конечно же ничего практически не стоит а вот 3 копейки имеют кое-какую ценность но тоже невысокую спасибо за просмотр окинье Продолжение следует...